Здравствуйте, дорогие наши зрители! Я бы хотел начать сегодня с вопросом вам и к Ане. Что вам кажется, Анна, что тебе кажется, что действительно хотят молодые люди? То есть вообще молодые люди, неважно из какого страны. Молодые люди хотят гулять, встречаться, влюбляться, хотят получить хорошую работу, хотят, чтобы карьера сложилась, чтобы денег хватало на всё, что хочется, на путешествия. Молодые люди хотят путешествовать, хотят заниматься спортом, хотят поглядеть мир, хотят. Ну, в общем, хотят жить. Ну, я бы ещё, конечно, добавил, встречаться ещё и с людьми, не обязательно из своего района, из своего города, из своего страны, видеть, как люди живут в других местах, не просто путешествуют как туристам, а действительно наладить связи с людьми из самых разных мест. Да, вот сейчас благодаря соцсетей человек может общаться с любым человеком из любой точки мира, но всегда приятнее делать всё это не виртуально. Ну, а что хотят старики? Скажем, вот мы уже тоже не молодые, мы не старики, но всё равно мы уже вот смотрим уже в сторону бабушек, дедушек. Что хотят уже люди действительно уже в возрасте? Ну, я думаю, прежде всего, они хотят, конечно, благополучия своим детям. Они хотят, чтобы у детей спокойно, мирно, хорошо сложилась жизнь. Они хотят спокойной старости, уверенности в завтрашнем дне, стабильности. Опять же, хотят экономического какого-то положения достойного, нормального. Ну, понятно, что у всех людей разные запросы и разные представления о том, что такое экономическое, финансовое благополучие семьи, это понятно. Но, тем не менее, наверное, слово стабильность здесь больше всего подойдёт. Стабильность и уверенность в завтрашнем дне, в будущем твоих детей, твоих внуков. Опять же, пожилые люди, многие тоже хотят путешествовать, хотят, чтобы у них хватало денег не только на лекарства и еду, но и на путешествия, концерты, театры, развлечения, покупку подарков тем же внукам и детям. А чего на самом деле хотят ещё дети? Вот это, может быть, самые важные люди. Мы часто говорим, что дети – это будущее человечества. Мы сами тоже немножко как дети. Что детям нужно? Дети прежде всего хотят спокойных, любящих, счастливых родителей, потому что их детство зависит, в общем-то, именно от погоды в семье. Дети хотят, чтобы у родителей хватало денег на игрушки и развлечения. Опять же, на всякие путешествия. И дети, конечно же, хотят общения со своими сверстниками, с друзьями. Сейчас, опять же, благодаря соцсетям это общение обычно не ограничивается только лишь своим двором или своим классом в школе. Дети с радостью общаются с сверстниками, иностранцами, переписываются, участвуют вместе в компьютерных играх, в каких-то квестах, в конкурсах, соревнованиях, например, по математике и так далее. То есть дети хотят, те, которые особенно постарше, если мы говорим уже о подростках, современные дети однозначно хотят быть интегрированными в этот мир. И, наверное, главное, чего мы не сказали, чего хотят и дети, и молодые люди больше всего, это, конечно, свободы. Потому что без свободы полноценное счастье человека всё-таки думается невозможно. А сейчас давай подумаем, что делает война. Тут я, конечно, буду говорить от своего личного опыта, как человек, который всё-таки родился и жил всю свои 41 год в принципе в конфликтной зоне. Все же знают, что Иерусалим — это прекрасное место, это действительно волшебный город. Но там очень много есть и жестокости, и очень много именно, вот, не только конфликтов, а самое настоящее просто кровь просто проливается. Что делает война? Война, с одной стороны, смотрится как некая необходимость, да, вот никто не воюет просто так ради удовольствия от этого. Но война, во-первых, создаёт непорядок. Внутренний непорядок. Редко люди, которые воюют сами или живут в постоянном состоянии войны, бывают люди здоровыми. Конечно, очень легко делать вот такой внешний образ такого вот сильного мужчины, но обычно большинство людей, которые связаны с настоящими военными операциями, и тут неважно, мужчины ли они, молодые пацаны, неважно, они потом бывают, бывают у них как бы серьёзнейшие психологические травмы. И это отражается уже иногда даже на несколько поколенных. Они приносят это всё, это агрессия к себе домой. Часто жёны их иногда даже и не понимают. Они не понимают то, что они проходили. И из-за этого бывает, что хаос, разврат. Часто в войне также страдают и дети. Часто, ну, я знаю, что бывают очень честные, хорошие войны, но, как мы знаем, увы, в каждой войне бывает и мародёрство, изнасиливание. Распространяется какой-то очень пошлый вид развлечения, потому что большинство солдатам, им не до учёбы, не до философии, не до... надо что-то такое самое популярное, как бы, чтобы поднять моральные, как бы, вот, людей. Распространяется порнография, распространяются разные виды блуда, проституции, как бы, около каждого почти военного, как бы, центра, часто бывают измены в семье, потому что, как бы, мужья находятся далеко от своих жён. Жён тоже, как бы, вот, находятся иногда долго без своих... Без мужчин, как бы, трудно. И мужчин без женщин тоже трудно, особенно, когда одиноко, особенно, когда ты знаешь, ну, в любой момент ты можешь умереть, так что, вот, какой-то мелкий грех, это, как бы, ну, простительно, да. И все эти дела как-то прощаются, потому что во время войны нету закона, нету ничего. И даже, когда на этом перемешивает ещё и религия, неважно тут, если это иудаизм, ислам, христианство, как будто это благословление, благословлённая вот жестокость, благословлённое благословение на блуда, благословение на попирание вообще всей заповеди Божьей. Это так, когда один народ воюет с другим народом, и тем более, когда один христианский народ воюет с другим христианским народом, или когда один православный народ воюет с другим православным народом. Поэтому война останавливает и образование людей, потому что вся сила и даже весь бюджет государства направлен не на просвещение, не на образование новых поколений, а именно на постоянное, постоянное, постоянное строение каких-то новых военных объектов, новые военные технологии, технологии разрушения, технологии, которые не защищают, а которые просто уничтожают других людей. Тогда, когда все эти деньги, весь этот бюджет можно было бы направлять для того, чтобы дать людям психологическую помощь, дать людям образовательную, как бы, вот помощь, дать людям возможности развивать страну, и развивать себя, и развивать весь наш мир во благо. Так что я могу сказать, как израилетянин, что очень значительная часть бюджета, например, Израиля, я не говорю о бюджетах других стран, поскольку направлен именно на военные технологии, зарабатывает от этого очень маленькое количество людей, и все остальные окажутся, в принципе, как бы, сами, в одиночество. Да, все это верно. Ну, а как если война миротворческая? А как если война для того, чтобы защитить слабых? А если война, чтобы защитить родную землю от нашествия врагов? К сожалению, нет на земле ни одной войны, где только вот эти благие мотивы лежали в основе. В любой абсолютно войне замешаны деньги, замешаны амбиции власти, замешана, естественно, кровь, убийство людей, ненависть, жестокость, ну и все о том, то, о чем уже говорил Рафаэл. Соответственно, ни одна война для христианина не может восприниматься как абсолютно святое, благое дело. Какие бы благие мотивы не лежали в ее основе. Как же христианину вести себя во время войны? Как христианину вообще относиться к войне? Быть ли христианину патриотом? Можно ли христианину однозначно в войне с пеной у рта защищать одну какую-то сторону, когда два народа воюют? С моей точки зрения, однозначно нет. И это не является предательством Родины, или предательством своего правительства, или предательством каких-то даже идеалов, и еще раз благих причин войну побудивших. Дело все в том, что христианин смотрит на мир иными глазами. Не так, как человек неверующий. Христианин смотрит на мир глазами Христа. Для христианина абсолютно все люди на земле, независимо от их политических убеждений, независимо от их религий, от цвета кожи, независимо от их поступков, добрых или злых. Абсолютно все люди для христианина – братья и сестры. Я не очень люблю, когда православные люди, общаясь между собой, подчеркивают «дорогие братья и сестры во Христе». Как будто бы если человек не христианин, он не уже и не брат, и не сестра. Мы все братья и сестры, мы все произошли от Адама и Евы. Осознаем мы это или нет, верим или нет, но мы все дети единого Бога, нашего Отца Небесного. И созданы мы Богом для радости, для жизни, для любви, для того, ну в общем-то, чего хотят все юноши, старики и дети – для счастья. Господь не создал нас для отстаивания правды, для кровавой бойни, для борьбы, для амбиции. Господь создал нас для счастья. А счастье это и этот мир приходит через любовь и прощение, через умение решать конфликты миром, через умение договариваться друг с другом, через умение видеть и слышать другую сторону, чего обычно как раз-таки в военных конфликтах и нет. Еще очень важный момент, на чем замешана любая абсолютно война, с чем она, вернее, связана, неизменно связана, с огромным количеством лжи. А кто отец лжи, верующий человек, христианин, очень хорошо знает. Это дьявол. Это он вкладывает в голову людям голоса, которые они слышат, как люди психически больные, у которых, например, шизофрения есть такое, расстройство, раздвоение личности. Так вот, люди, очень многие слышат в голове голоса, они слышат в голове какие-то истины, которые им кажутся верными, они начинают их отстаивать, они начинают яростно сердце свое прилагать к какой-то стороне, допустим, в военном конфликте, и они заглушают полностью голос разума в себе и, соответственно, впадают в такое некое духовное безумие, самое настоящее. А ведь эти голоса – это бесы. Это бесы, которые и в нас живут, и вокруг нас живут. Они и политиков морочат, и солдат морочат, и мирных граждан морочат, и журналистов морочат. Они всех морочат. Для бесов нет разницы. Кто ты? Нацист, националист, миротворец, священник, монах, мирянины или танцовщица из борделя. Для них нет разницы. Для них каждый человек – это объект, который они должны уничтожить. Их цель – уничтожение. Получается, настоящая война у христианина идет где, на каком фронте? На духовном фронте. Не с людьми вокруг него, а вот с этой вражей ордой, которая в сердце каждого из нас живет. И, соответственно, любой христианин призван к этой войне. О чем и сказал апостол Павел. Наша война не с плотью и кровью, а с силами злобы поднебесной. То есть война наша идет на духовном поприще, а не на земном. Да, вот если продолжать вот эту тему, действительно, те из наших зрителей, которые, например, не христиане или вообще не верующие, да, можно это объяснить все на уровне психологии. Вот действительно, вот это состояние, когда человек слышит голоса, и он уверен, что эти голоса – это и есть Бог, или какие-то ангелы, которые ему говорят какие-то вещи. И это все можно объяснить, конечно, научно. А с точки зрения христианства, это, конечно, это бесы, которые входят в человека и начинают ему щептать там, чего-то там говорить такое, как бы против брата или против другого народа. И иногда в таком коллективном бесновании находится даже целое государство. Об этом замечательно писал великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский. Он писал даже целую книгу об этом, называется «Бесы». Книга «Бесы» – это, в принципе, вот там вся идея в том, что Россия – это как бесноватый из Евангелия. В Евангелии есть такой рассказ о бесноватом, который в него селилась легион бесов. И только после того, когда этот бесноватый припал как бы к ногам Господа Иисуса Христа и молился у этого врача-исцелителя, чтобы он исцелил его от этих вот, от этого шума, от этих голосов, которые его тянули то туда, то обратно, то только тогда эти бесы вышли из него и бросились стадо свиней. Также и Достоевский, хоть сам был человек тоже со своими внутренными проблемами, и поэтому он мог так хорошо и замечательно все это описать, он считал, что Россия, так же, как и эти бесы, должна припадать с покаянием к Господу. И вот как раз мне кажется, что именно сейчас это правильное время это делать, несмотря на то, что дьявол это делает, это затеял, это вот беда, которая наступила на нас. Я не говорю, кто виноват, кто начал, кто не начал. Меня это уже сейчас не интересует. Каяться. Нам всем надо каяться. Всем. Вот без исключения. Потому что все, что происходит, это происходит из наших грехов, из моих собственных грехов тоже. Я говорю в первую очередь о себе. Если у меня внутри нету порядка, этот беспорядок распространяется потом и на моих близких, и на моих детей, и на мою семью, и на моего района, и на моего города, и на уже всю Вселенную, и уже начинаются военные действия. Если каждый из нас действительно будет работать над собой, мы можем творить чудеса больше, чем даже если мы будем ходить на митингах. Я абсолютно в этом уверен. Как сказал великий русский, святой преподобный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячами. Вот так оно и есть. Совершенно верно. Иными словами, война идет у каждого человека в голове. Пока люди, каждый в отдельности, христианин, не победит вот эту злобу, ненависть, жажду какой-то справедливости, жажду победы во имя чего-то, ради чего-то, озлобленность на врагов, пока он внутри себя это не победит, войны не прекратятся. И никакого мира ни с кем быть не может. На любую силу найдется другая сила. Любая даже временная победа потом может обернуться новой войной. Никогда еще силой не удавалось ничего доказать и победить окончательно. Если посмотреть на итоги всех войн, даже там, где причина была справедливой и брались люди за оружие по, так сказать, действительно с добрыми намерениями защитить, например, родную землю от врага, результаты этой войны скорее можно оценивать с отрицательным знаком, чем с положительным. Потому что это искалеченные жизни, искалеченные души, искалеченное сознание, поколение я детей, которые потом растут с идеологией и с ненавистью и с абсолютно искаженным пониманием мира вокруг себя. То, что мы и наблюдаем даже вот после последней большой войны Второй мировой. Соответственно, задача любого христианина во время войны это победить злобу и ненависть внутри себя. Мы с вами видим в соцсетях, мы с вами видим в комментариях, какая злоба, доводящая до безумия, сейчас охватила людей. С обеих сторон. Я сейчас не говорю ни о ком конкретно. И вот на эту борьбу должны быть направлены силы. Ни на что другое. Сейчас очень любят цитировать поэсия Святогорца, притом нередко приписывают пророчества, всякие слова искажают даже то, чего старец и не говорил. А на самом деле есть замечательные книги поэсия Святогорца. И вот, например, книга о духовной борьбе. Вот каждому христианину нужно ее, наверное, иметь как настольную, потому что святой старец дал все средства для вот этой духовной борьбы. И самое главное, то, что он объяснил нам и открыл для нас, это, что идет война с помыслами. Враг посылает помыслы. Вот эти голоса, которые человек вправе принять или не принять. В православной терминологии это называется приложением, когда враг посылает помысл. Дальше человек может помысл отринуть, а может с ним сосложиться, то есть соединиться. И тогда уже этот помысл начинает жить, пускать корни в человеке. И человек начинает действовать и совершает грехи. Если грех повторяется много раз, он превращается в страсть. И вот Пайси Святогорец называл дьявола тангалашка, турецкое слово, сленг, означающий недоумок, дурачок. И он говорил, телеграммы от тангалашки не принимаем. Вот если бы люди задумались об этом, о том, кто автор всех вот этих справедливых мыслей, вот этой всей оправданной агрессии или великих миротворческих идей, кто на самом деле автор. Потому что не может быть миротворчества с оружием в руках. То я думаю, их усилия направились бы против правильного врага. И тогда действительно можно было бы говорить о прекращении войн, восстановлении мира. Но этот процесс никогда не поздно начать, тем более, что сейчас грядет Великий пост, и самое время каждому задуматься не о том, что говорят СМИ, не о том, какие комментарии кто пишет и как на них более метко, хлестко ответить и всем заткнуть рот и поставить на место, чего-то кому-то доказать. Вот не об этом думать, а думать о своей внутренней войне с настоящим врагом, с настоящим автором всех этих бедствий. Вот дело в том, что действительно наш ум это иногда можно сказать как телефон или телевизор или как аппарат с очень многими каналами. И если говорить попроще, вот наша аскетическая традиция церковная учит нас как отключить вот все эти каналы, чтобы был только один канал, то есть канал божественный. Да, вот и только так действительно можно. И это вещь, которая доступна для любого человека, для любого ребенка, для любого воина, неважно в какой армии, для любого человека, который сейчас находится в бомбоубежище или который спит где-то в метро или даже в самых тяжелых обстоятельствах, потому что иногда, когда паника вокруг, человек не может открывать книгу, ни Паисий Святогорца, и даже ни Псалтир, и даже ни молитва слов. Но что человек может делать? Призывать имя Иисусова. Как написано в Откровении, кто будет призывать мое имя, он будет спасен. Вот это и спасение для христианина, это в имени. И даже для тех, которые не верят, что Христос это Господь, все равно традиции, как отключить наше внимание, потому что все, что наш ум передает ему внимание, наш ум потом нагружен вот этим всем. И я говорю, это в первую очередь себя и также другим. Отключите всю ленту, оставьте это, не трогайте, не посмотрите, что там какие-то новые военные действия, или что какой-то журналист писал, что кто-то ему ответил. И я сам этим уже как бы пытаюсь не заниматься, только непосредственно с определенными людьми, которые я знаю, что находятся в каких-то точках, я как-то держу связь. Но так как бы постоянно в этом жить не стоит. Что человек может тогда делать? Во-первых, как бы попытаться, даже если вот дом просто вокруг себя дрожит, и самолеты летят над головой, и пули, спокойно. Вот действительно, иногда даже помогает просто закрыть глаза. И вот вот так дышать просто три раза. Расслабиться, просто расслабиться. Не думать ни о чем. и вот тогда человек по вере как бы он или призывает имя Божие, или просто пребывает хотя бы в состоянии то, что буддисты называют нирвана, то есть пустота. Если человек верит в Бога, он призывает Бога, и Бог к нему тогда может прийти, как бы вот он может сосредотачиваться на то, что главное, на сладчайшее имя Иисусовое, или читать Отче Наш или просто сказать Господи помилуй. И это достаточно. Для этого не надо закончить ни богословские никаких семинарий, и никакой быть профессором по богословии, по догматике. Достаточно просто иметь сердце. А сердце то есть у нас у всех. А как говорят святые отцы, все искушения бывают, когда нет связи между умом и сердцем. Ум по-гречески называется нус, сердце кардия, как у нас кардиология. Чтобы вы не ходили лишний раз к кардиологу, надо хранить баланс между сердцем и умом. Я не великий учитель, я не какой-то там, я даже не батюшка, я обыкновенный мирянин. Но почему, чем я могу с вами делиться? Смотрите, мне 41 год, я не молодой человек, я не пацан 18-летный, я отец семейства, у меня четверо детей. Живу без лекарств, не пью, не курю, сплю нормально, мне не надо никакие снотворные, чтобы заснуть. Иногда нервничаю, я человек эмоциональный, я человек, который реагирует на все сверхчувствие. действительный. Но могу сказать, что все-таки человек, я на самом деле трезвый. И то, что я могу с вами делиться, это вот этот способ, как относиться к этим обстоятельствам внешним. А внешние атаки могут быть и со стороны каких-то каналов, как бы на ютюбе, или там в телеграме, или не знаю где, новости, а иногда реальные действия, как, я не знаю, танки, самолеты, которые летят над тобой. Но самое главное, особенно мужчинам, который вот очень много зависит, это хранит это спокойствие. Потому что, в конце концов, то, что детям и женщинам нужно, это не великий бизнесмен, это даже не великий какой-то генерал или герой войны, а спокойный, любящий муж, который как бы может вот быть опора для своей семьи. И вот это то, что обязаны сейчас все родители делать сейчас ради наше будущее, ради нашей человечности, ради того, чтобы мы могли действительно в эту Пасху, как я надеюсь, встречаться, поздравить друг друга, простить друг друга. Мы же читаем молитвы Отче Наш и оставим нам долги Наши, и мы оставляем должником Нашим. Это же не пустые слова. Правда же? И чтобы это действительно для нас были не пустые слова, каждый христианин должен сейчас перед наступлением Великого Поста или перед приближением Пасхи сосредоточиться на своем личном покаянии в своих личных грехах. Должен сосредоточиться на том, чтобы в сердце своем простить всех обидчиков, как бы это не было трудно, как бы это не было кажется даже иногда невозможно просить Бога об этом. И конечно же молиться о всех людях без исключения, которые сейчас подвержены опасности, которые находятся на украинской земле, о всех без исключения солдатах с обеих сторон, потому что они находятся в опасности, их жизни находятся в опасности, их психика, их духовное, душевное здоровье находится в опасности, и конечно молиться о том, чтобы всемилостивый Господь примирил враждующих, примирил людей, вразумил, остановил это все и привел всех к мирному братскому существованию. Больше ничего сказать нельзя, поэтому мы с вами на этом сердечно прощаемся, всех обнимаем, всех любим, и постараемся выходить в эфир как можно чаще. Спасибо.